здравствуйте шкодоводы сегодня у нас очередной выпуск новостей со skoda полей наш нештатный корреспондент медведь опять хорошо поработал разогнал информацию теперь по кодиаку но сообщу сразу после нашего ролика про skoda 2019 что у него будет некоторые люди были очень расстроены поэтому для тех кто любит чешские сборки кодиака советую поставить паузу взять корвалол и дальше уже подготовлю смотреть наш ролик ну что у нас по кодиаку нового 19 году будет точнее чуть раньше но все это вы узнаете посмотрите ролик skoda 2019 короче также расскажу для тех кто смотрит первый раз у нас теперь есть взаимосвязь атмосферной подсветки с режимом движения теперь например мне до этого было непонятно чем она нужна чисто голосов было а вот теперь уже получается есть смысл в ней дело в том что когда вы ее включать это было все обычно ключевых как сейчас на тех моделей которые были до этого но и сейчас на российской сборке вы просто сами выбирать по настроению цвет теперь же будет у вас такая тема машина зависит от вашего вождения будет выбирать сама цвет подсветки вот этой атмосферный который так всем нравится но это больше для молодежи мне очень неплохо барабану 10 тысяч стоит фига себе так экологичный режим зеленый свет комфорт будет такой синенький там норма другой цвет например решили газаной там погонять спорт режим включился красвет все красветом все прикольно все прикольно зима отдельный цвет но тоже интересно так типа холодно они чего цвет холоднее ну вот такая тема продолжаем дальше кодяки удалены опции и комбинации декоративные ставки мистраль декоративные ставки муфос кстати чуток составки детства муфос и мистраль посмотрим так у меня тут имеется всякие данные муфос и мистраль просто там была одна такая декоративная ставка который мне не очень нравилось если она вот этот которая была такая в полосочку если ее все-таки убрали по молодцы короче я не знаю но есть вот этот пластмассу поменяли на более конечно то это будет очень хорошо и как если не врут товарищи писали комментарии что я негативно отнесся к ручкам которые скрипели были как в опеле говорят что их заменили это очень хорошо иначе внешний вид и все ощущение от машины портилось так ладно короче исчезли декоративные ставки муфос и арвирс кейс гоу не знаю мне это не о чем не говорит кто знает напишите что такое может у меня нет фидиака да и мне толком посмотреть даже не давали так имитация строчки на передней дверных панелях в комплектации scout sportline и наши фиди перс на комплектация там самые крутые появляется у нас строчка вот видите по панели нарисована здесь вот она верхняя часть на подлокотнике грубо говоря будет не знаю нужно ли это имитация строчки я вот смотрел у camry что-то она дороговизм не добавляет автомобиль спорное решение так вот про пакет пакет для сна дополнение комплектации пакет будет включая себя коврики с уступом для ног что такое пакет для сна вот наш раз видно это сладкий сон дороги благодаря продуманным решением simple клево пассажиры на задних сиденьях могут с удовольствием отдыхать дальних поездков состав специального пакета для комфортного сна входят регулируемые подлокотники на крайних сиденьях боковой поддержки головы а также плед интересно плед есть а теперь у нас будет еще к плету добавится коврик похоже будет посередине наверное ли как но интересное решение но спотыкаться не будет интересного так давайте поговорим про наши кейси кто не в курсе я уже говорил теперь ключ есть движение не передает сигнал в течение определенного периода времени защита от кражи типа вы раньше сидели такие в кафе дяденька с одним приборщиком считала сигнал передал второму дяденьке возле вашей машины ваша машина этот сигнал опознала открылась завелась и уехала вы пьете себе написано кофе или в кафе только непонятно теперь получается ключ без движения нельзя не завести машину не открыть вы подходите типа в движении и ключ открывается вот такая ерунда но я теперь поговорим про эту функцию мне сразу начали писать там что функция кейси отключается да как меня там проконсультировал наш не штатный экспонент медведь функция отключается выходит из машины надо подержать там пять секунд на кнопочке палец типа машина блокируется но потом так запись надо еще постоять и секунд через десять подергать ручку убедиться что она стала что она отключила функцию но возникает вопрос так никто мне на это вопрос не ответить а сам ключ перестает излучать сигнал он сигнал излучает так метров на 5 если не больше все что излучает рано или поздно будет запилингована а то что пилингуется можно и повторить этот технические средства всякие есть если куда есть информация о том что кто-то реально проверял о том что после отключения этой функции кейси сам ключ не излучает сигнал и никто его не запишет тогда это защита а если просто машина блокируется от получения сигнала и потом тоже с брелка за откроется то это все ерунда потому что может вам стекло разобито залезать машину с брелком машинка дверь не откроется а завести заведется кто-то проверял я не знаю вот напишите кто сам умный просто я кейси всегда относился нехорошо и пока что отношусь также и понимаете вот не зря что дашь кода сделал так чтобы ключ когда был в покое не пилинговалась может быть такие случаи расскажу что просто возле квартиры когда люди находя домой возле зеркала оставлять свой ключ с кейси просто злоумышленный через дверь мог записать сигнал и вашу машину послу подъезда заводится и уезжает получается эта функция довольно таки возможно раз все-таки шкода решила заблокировать сигнал без движения ну ладно еще порассуждаем на тему а так кто хочет знать как защитить свой автомобиль без всяких наворотов дополнительных парень и сигнализации смотрите мой ролик по сигнализации еще по сигнализации расскажу так один мой знакомый купил себе вак у него бесключевой доступ поставил себе противогонку старый line теперь у него куча не вкладываются зеркала и не работает у него круиз-контроль если машина автоматически заведется вот такие вот косяки бывают по каяку дальше так же как во всех других ходах появляется многомоциональное рулевое колесо с новой кнопкой теперь на звонок мы отвечали кнопкой генератор звонок здесь будет другая кнопка будет вео называться она злоба отвечать вот этой кнопкой что делать кнопка вео это для тех людей у кого будет цифровая приборная панель цифровая прибор панель на кодиаке 5 видов классическая цифровая 1 цифровая 2 сокращенно и спортивная классическая у нас будет такой циферблат тахометр карта цифровая 1 карта широкая параметры 2 огромная карта можно уже не подать на скорость просто смотреть на карту а лучше смотреть всего на дорогу сокращенно и самое важное это для стритрейсеров на наш наш на на любитель гонок из москвы оценит скажет обороты что нужно гонщику обороты и скорость ну если у тебя дсг тебе по барабану на обороты кушана с макси будет переключаться спортивный тахометр вот это интересно вот режим спортивный для спортлайна вот это надо джи увидеть как заценим что нам значит писать что типа у тигуанов плохая приборка цифровая ну это мы постараемся заценить скоро будет побольше свободного времени так далее кстати вот эта кнопка вена и будет переключать режимы ну корейство та же как и уж октаве если на такая же тема будет мы точно не знаю но предполагается скребок я там в том рак точно рассказал короче у нас меняется скребок добавляется линейка для измерения глубины протектора и чего нужно замерить протектор я стал уже в ролике про наш кушкода 2019 а так здесь просто тоже более подробно здесь будет мерная лента вставляете и смотрите высоту протектора для отработки берем не только как я уже говорил царапут ловое стекло но и помогает отбраковывать резину также это как лупа и можно жечь муравьев кратчан солнце за ветер сильный ну и подытожим все это что у нас кстати вот если кто все-таки сердечники и слишком как сказать впечатлительный просьба собраться и быть спокойными потому что у нас не обошлось без происшествий грубо раз кодиаком в кодиаке чешской сборки удаляется двигатель 14 все его больше не будет только мы обрадовались тому что кодиак упал в цене стал более доступным а шкода говорит а в чешке сборки его не будет с выходом локального кодиака остаются только специальные модели кодиака из чехословакии скаут спортлайн и самая крутая лк появится во второй половине года появятся новые диски 20 радиуса вега для спортлайна как опция д д д цена 31 тысячи взаимосвязь атмосферной подсветки с режимом движения появляется у нас как ну во всех шкодах многофункциональное рулевое колесо новая кнопка пакет для сна дополнительной комплектации удаление опций и комбинаций ну тут не расшифрованы какие даться строчек на передней и дверных панелях скаут спортлайн и лк скребок для льда с новым дизайном там не дизайна но дополнительной функции цифровая приборная панель появляется в шкоде шкода растет кейси с датчиком движения в ключе ключ двигается считывается ключ не двигается спит брызговики изменение концепции предложения мысли как это теперь будет предлагаться тоже не рассказано может будет дешевле а по спортлайну ребята если кого есть возможность повлиять на шкода раша раз напишите им письма пускай обратит внимание на наш канал мы совершенно бесплатно чисто посмотрим машину kodiaq спортлайн и засниму ее так что многие захотят себе купить такую комплектацию многие же как сройтская диакция с праймом там а мы будет такое название рабочие нашего ролика жопу прайм хочу спортлайн ставим лайки кому понравилось название ну и сам ролик а так что сказать все спасибо кто досмотрел до конца а нашему журналисту медведю покажу что такое детская дрель вот такая детская дрель сейчас ездил менял ее пришлось посмотреть три вида дрели все были бракованы нашел только 4 все до свидания ставьте лайки подписаны канал presidente ну о 237 я Продолжение следует...